Но понять поможет физика! Электромагнитные волны Электромагнитные волны это переменное электромагнитное поле, распространяющееся в пространстве с конечной скоростью. Волновые уравнения для векторов E и H, дельта вектора напряженности электрического поля E равна произведению диэлектрической проницаемости среды ε на электрическую постоянную ε нулевое, на магнитную проницаемость среды μ, на магнитную постоянную μ нулевое и на вторую частную производную по времени от вектора напряженности электрического поля E. Дельта вектора напряженности магнитного поля H равна произведению диэлектрической проницаемости среды ε на электрическую постоянную ε нулевое, на магнитную проницаемость среды μ, на магнитную постоянную μ нулевое и на вторую частную производную по времени от вектора напряженности магнитного поля H, где Δ равна вторым частным производным по Х, по У и по З. Δ – оператор Лапласа. Кто понять поможет физика? Фазовая скорость электромагнитной волны V равна произведению 1, деленная на корень квадратный из электрической постоянной ε0 на магнитную постоянную μ нулевое и 1, деленная на корень квадратный из диэлектрической проницаемости среды ε и магнитной проницаемости среды μ И равна скорости света, деленной на корень квадратный из диэлектрической проницаемости среды ε и магнитной проницаемости среды μ. Скорость света С в вакууме равна 1, деленная на корень квадратный из электрической постоянной ε0 на магнитную постоянную μ0. Таким образом, электромагнитные поля действительно могут существовать в виде электромагнитных волн, поскольку произведение диэлектрической проницаемости среды ε и магнитной проницаемости среды μ больше 1, то v меньше скорости света в вакууме С. То есть скорость распространения электромагнитных волн в веществе всегда меньше, чем в вакууме. Поперечность электромагнитных волн Векторы Е и H напряженностей электрического и магнитного полей волны взаимно перпендикулярны и лежат в плоскости перпендикулярны вектору v скорости распространения волны. Причем векторы Е и H образуют правовинтовую систему. В электромагнитной волне векторы Е и H всегда колеблются в одинаковых фазах. Причем мгновенные значения Е и H в любой точке связаны соотношением. Произведение корня квадратного из электрической постоянной ε0 на диэлектрическую проницаемость среды ε и на вектор напряженности электрического поля Е равна произведению корня квадратного из магнитной постоянной μ0 на магнитную проницаемость среды μ и на вектор напряженности магнитного поля H. Кто понять поможет? Физика! Волновое уравнение. Вторая частная производная по Х от проекции на ось Y вектора напряженности электрического поля Е равна произведению единицы, деленной на фазовую скорость в квадрате и второй частной производной по времени T от проекции на ось Y вектора напряженности электрического поля Е Вторая частная производная по Х от проекции на ось Z вектора напряженности магнитного поля H равна произведению единицы, деленной на фазовую скорость в квадрате и второй частной производной по времени T от проекции на ось Z вектора напряженности магнитного поля H Кто понять поможет? Физика! Волновым уравнением удовлетворяют плоские монохроматические электромагнитные волны, описываемые уравнениями Е с индексом Y равна Е с индексом 0 на косинус омега T минус kx плюс φ H с индексом Z равна H с индексом 0 на косинус омега T минус kx плюс φ где Е с индексом 0 и H с индексом 0 амплитуды напряженности электрического и магнитного поля волны Омега круговая частота волны, k волновое число, φ начальная фаза колебаний одинаковая, поскольку колебания E и H происходят в одинаковой фазе Волновое число k равно отношению круговой частоты омега на фазовую скорость v Кто понять поможет? Физика! Энергия электромагнитных волн Объемная плотность омега энергии электромагнитной волны складывается из объемных плотностей омега с индексом E и омега с индексом M электрического и магнитного полей и равна сумме произведения электрической постоянной ε0 на диэлектрическую проницаемость ε и на квадрат напряженности электрического поля E деленного на 2 и произведения магнитной постоянной μ на магнитную проницаемость среды μ и на квадрат напряженности магнитного поля H деленного на 2 так как произведение корня квадратного из электрической постоянной ε0 на диэлектрическую проницаемость среды ε и на вектор напряженности электрического поля E равна произведению корня квадратного из магнитной постоянной μ на магнитную проницаемость среды μ и на вектор напряженности магнитного поля H то объемная плотность омега энергии электромагнитной волны равна произведению корня электрической постоянной ε0 и магнитной постоянной μ и корня из диэлектрической проницаемости среды ε и магнитной проницаемости среды μ на произведение напряженности электрического поля E и напряженности магнитного поля H Плотность потока энергии S равна произведению объемной плотности энергии омега на фазовую скорость v и равна произведению напряженности электрического поля E на напряженность магнитного поля H Вектор умово-пойтинга Вектор S плотности потока энергии электромагнитной волны называется вектором умово-пойтинга Вектор S плотности потока энергии равен векторному произведению вектора напряженности электрического поля E и вектора напряженности магнитного поля H Вектор S направлен в сторону распространения электромагнитной волны а его модуль равен энергии, переносимой электромагнитной волной за единицу времени через единичную площадку перпендикулярную направлению распространения волны Скалярная величина E равна модулю среднего значения вектора умово-пойтинга и называется интенсивностью волны Кто понять поможет? Физика! С физикой ложусь я, с физикой стою На уроке физики я скорей бегу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok